Прогнозы – неблагодарное дело. Только если речь не про погоду. Достаточно глянуть в телефон и точно знаешь, брать в отпуск тёплую куртку или обойдёшься плащом. Однако всего за одним кликом стоит кропотливая работа синоптиков. Метеорологические наблюдения Анна Авдеева проводит каждые три часа. Фиксирует облачность, видимость, высоту облаков, ветер, давление и температуру воздуха. Затем все эти данные шифруются и отправляются в Белгидромедцентр. На фиксацию явления отводится 5 минут, при шквале – 3 минуты. За этот срок нужно успеть зафиксировать явление, передать информацию в Гидромед. Также при прогнозировании неблагоприятных явлений информируется об этом служба МЧС и обслуживаемые организации и предприятия. Сама метеостанция «Бобруйск» расположена в Сычково. Здесь установлена финская автоматическая система. Тем не менее, все показатели специалисты фиксируют и дублируют вручную. Это мировой стандарт. Анимометр, например, определяет скорость, направление и порывы ветра. Количество выпавшего снега или дождя измеряются осадкомером, а уровень радиации – дозиметром. Это так называемая психрометрическая будка. В ней установлены термометры и гигрометр. Вдоль прибора для измерения влажности воздуха натянут необычный инструмент метеоролога – обезжиренный человеческий волос. При изменении уровня влажности он становится длиннее или короче. Лето 2021, отмечают синоптики, вошло в историю метеонаблюдений. Аномально жаркий день пришелся на 24 июня. Столбик термометра превысил отметку в 35 градусов выше нуля. Зимой рекорд не зафиксирован. Настоящим морозным днем ознаменовалось 13 января. Было почти минус 20. Профессиональный же праздник метеорологов 23 марта. За окном плюс 13. Каждый день и каждые сутки они особенные. Шквал, град, грозу – это наша очень нелюбимая метель зимой. Это очень нелюбимые наши явления атмосферные. Но что делать? Мы их наблюдаем, фиксируем. Надежды на теплую весну, кажется, оправдываются. Синоптики уверяют – осадки прогнозируются в пределах допустимого. Помимо дождей, стоит ждать еще туманы и грозы. Впрочем, как говорится, люди, которые предсказывают погоду, не всегда отвечают за тех, кто ее делает.